здравствуйте друзья мы едем в магазин костка значит как называет как у нас тут говорят пошопиться имеется ввиду приобрести что-то для офиса вы видите светлые образы сотрудников партнов компьютер скул значит у нас там анна леонидовна как 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 назвали хорошо так тебя назвали огненно нет солнечная блондинка правдоруб вот кто-то ее назвал это очень точный образ и вот новый образ это евгений который вообще вы его не знаете расскажите что там вы откуда вообще вообще я в россии так в городе тольятти так и как как там вообще там хорошо было раньше при коммунистов нет ну и при коммунистах наверное тоже последние годы не очень я извиняюсь это город живет с того что жигули делает эти лады или еще с чего-то до основной завод это автомобильный так как сейчас модно говорить моно город так но жить можно жить можно да так подойдите но вам что-то не жилось вот вы уехали в чикаго жили нет мы жили в мичигане в мичигане до города гранд-трапец так это рядом с чикаго да это через озеро мичиган с другой стороне а то есть нет не так рядом чтоб на работу ездить нет на работу далековато хорошо так то есть вы жили в мичигане или как у нас гэтме мичиган друзья тех кто знает пару слов на языке идиш слова как они здесь произносят вот мичиган она немножко смешно и потому что есть слова мишигана это сумасшедший и вот это вот они же там в мишиган и там всеми у них всех мишиган то есть но неважно поэтому они мишиган но это неважно это так жили вы в мичигане и чё там делали работали научу делали работал в отеле был housekeeper и был еще houseman houseman это что houseman это уборка территории отели за пределами комнат то есть поле а что за это платит платит мало 10 долларов в час хорошо но там бенефит и страховка медицина какой если работать напрямую в отеле да есть бенефит и есть страховки а почему не работать в отеле просто есть посредники да какие-то отели работают с посредниками напрямую чтобы не давать бенефитов да и еще многие работают через посредников потому что не знают английского языка не могут устроиться напрямую артишь господи понятно ну хорошо давайте теперь так и вы и жена вы вы оба работали housekeeper ами соответственно вы на двоих зарабатывали что-нибудь там скажем тысяч сорок в год так получается 1040 год в таком месте как вот где вы находились этом можно жить вообще что можно позволить себе на на эти деньги два человека по 10 долларов в час ну жить можно но это минимальный уровень жизни потому что жилье на жилье у вас есть да на жилье хватает можно машину в кредит взять покушать можно кушать можно значит на машину а на что не хватает на все остальное как-то эти противо чего там в африку на охоте да на путешествие не хватает домой съездить домой съездить ну хорошо с другой стороны а такой вопрос но все таки вот вы же админ а чего вы хаус кипер я искал работу по специальности но первое время было плохо с языком то есть не брали вот потом увеличивался период когда я не работал по специальности то есть то что называется гэп перед вот увеличивался и говорят а что ты делал почему у тебя когда вот и в мичигане не очень много работы именно вот моя специальность но вы же не привязаны никак к мичигану нет просто да я искал и там где жил а как мы попали туда где вы жили мы когда прилетели в сша мы прилетели в силиконовую долину то есть вы по green card лотерея в рода рынка приехали сюда где где жили то мы жили сани вели ой прям тут рядышком так прям рядышком нам все нравилось я искал работу английского небо английского одни он был но вот такому уровню что как будто его не было хотя в принципе работа админов как бы подразумевает какое-то общение да здесь и на админов возлагают обязанности общаться с клиентами напрямую и поэтому нужно хорошее но вот вы у нас со студентами же общаетесь вот которые не там и не не русскоговорящие да общаюсь ну так прошло полтора года и стал получше получше хорошо теперь мы я когда сказал что вот мы ищем админа на видео сделал с которого наверно вы к нам мы попали да там многим многие люди выражали как бы сомнения они говорят зачем админу такая работа вот вот что что собственно почему бы админу не работать там в айтишной компании а работать в каком-то непонятном заведении где не развернешься там и я не знаю ну там подвигов не совершишь ну нужно учитывать что это у меня первая работа так в айти в америке то есть это старт во вторых это все-таки в силиконовой долине а что за радость вот что вот что вам тут такого что вот мичигане нет или скажем не могли бы там озеро переплыть и в чикаго например или там объехать чикаго и мичигане очень холодно зимой много снега то есть это но вы же привыкли к снегу то нет в тольятти привыкли но душа хочет тепла тепла и лето хорошо так хорошо ладно то есть вам хотелось именно в долину а вот смотрите вот есть сакраменто два часа езды там тоже тепло может быть даже еще теплее а в то же время все дешевле намного вот жилье вы вы сняли квартиру так сняли куда почем что сняли почем снял 1 подрубную квартиру так стоит две тысячи долларов в месяц так а вот за сколько можно было студию снять студию можно было снять где-то долларов на 100 подешевле то есть всего 100 долларов это это унизительно так вот площадь студии меньше да это правда исполнение ты все-таки это одна комната не 2 хорошо то есть у вас супруга как вы планируете когда подвести супругу я планирую подвести в ближайшее время у нас просто аренд на жилье но только не и вот нам надо решить понятно понятно то есть нельзя уехать в любую секунду при наличии договорных обязательств когда уехать можно нужно платить да ну нужно это в это стоит кое-чего да хорошо вот он магазин русский а нет мы в куске не надо в куске только в русский едем а я думал мы в куске ладно едем нет подойти а чай мы хотели там мы здесь купим чай действительно лучше чай купим у наших так хорошо теперь все все-таки здесь же дорого как вот сколько бы такая квартира стоила там где вы жили в мире в мишигане мы платить платим 905 в мичигане за 1 бедром но поприличнее чем вот это ну побольше площадь да то есть но хорошо я просто думаю что вы примерно столько же заплатили бы наверное и в сакраменто может быть даже и 800 может быть такого плана за ван бедром то есть есть какой-то смысл быть в том месте где дороже так получается а жена приедет что будет делать я надеюсь будет работать будем искать работать смысле тоже в в отельном бизнесе или будем искать какая работа есть куда нас может устала по-английски может она может немножко да но по образованию кто по образованию она задумался пищевые технологии понял так а а у нее не было такой мысли тем более такой что наш канал смотрели иначе бы не увидели наше видео у нее не было мысли сейчас приеду в долину в тестировщицы пойду но изначально когда мы еще были в россии было да и мысль дарка отучиться вот а потом она его прогналы этому смет ну я не знаю прогнала или нет она но надо сначала подтянуть английский ну хорошо я чувствую что не уйти от судьбы будет будет тестировать теперь уже и что же не остается то теперь да все друзья мы отправляемся в русский магазин вот у меня ручечка вот эта рукояточка я сейчас на нее камеру прикручу там есть снизу дырочка вот и поснимаем в русском магазине владелец вот магазина самовар саша из баку правда абсолютно вот сейчас сейчас все бакинцы будут писать комментарии хорошие значит вот скажи что это это какой-то эйч ю ай друзья не главное не читать слитно а просто вот по буквам берите так как спеллинг то еще айна где-то на гугле оставила отзыв о самоваре так и google каждый раз каждый год присылает новый такой плакатик да ты что а мне ничего не купит но потому что видимо там не было пять звездочек было сколько хочешь нам присылают причем google присылает свои плакатики скажем так а ел присылает отъем отъем по я получаю перула вас но ничего все равно чтобы не висела лишь бы не не отвалилась не отвалилась